Ребят, а перед началом видеоролика хотел бы вам напомнить то, что вышел новый 27-й майский пакет The Rock, в котором содержится супер имбоу танк ИС-3 СМЗ, да, АМХ-1357 тоже мега имба, а ИС-4 Экспериментал, ну, такое себе, ИСУ-100У, ну, это мастодонт. Также здесь, наконец-таки, содержится 3D, 2D этот стиль, я точно не знаю как, но это классно. Поэтому переходим по ссылочке в описании, там мой сайт, можно спокойно выбрать пакет, посмотреть всю информацию, прочитать. Всем спасибо и продолжаем смотреть видеоролик дальше. Ребятки, всем привет, с вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Chrysler K. Многие могут подумать то, что ага, вот он вышел в продажу, поэтому и выходит видеоролик. Нет, я просто действительно вспомнил то, что есть такой танк, ну, а выход его в продажу все-таки подогрел интерес. Вот, этот танк доступен, да, сейчас именно для покупки за реальные деньги, хотя я бы не советовал, сразу вам говорю, 1870 рублей. И можно купить за боны его. Понятное дело то, что если у вас нету боны, вы рассматриваете именно такую покупку, то тоже для себя найдете что-то полезное в данном видеоролике. Понятно то, что у танка много, очень много плюсов, да, но у него также и много подводных камней, которые не так сразу можно понять, когда там отыграешь 10 бэф, а когда отыграешь довольно большое количество времени на данном танке, ты понимаешь то, что ага, здесь есть и плюсы, и минусы. Короче, об этом сегодня мы с вами поговорим. Внешний вид у данного танка довольно интересный, он такой вот шарообразный, чем-то похож на всех этих немецких тапков, но не могу сказать, что что-то здесь такое сверх прям ого, вау, уникальное и красивое. Понятное дело то, что есть обычный Chrysler K, да, Chrysler K, не знаю, кому как удобнее, который без камуфляжа, можете на него что угодно нацепить и как бы, ну, дальше решайте все вы сами. Но также есть и Chrysler Grand Final, да, это все-таки танк немножечко другой, и внешний вид я показываю именно Grand Final, хотя они по сути идентичны, просто вот раскраска у них отличается. И если уж и брать между этими двумя танками, понятное дело то, что Grand Final он не постоянно в продаже, очень-очень редко выходит, то лучше берите, конечно, обычного, потому что на нем и показатели ниже, если вы хотите статку неплохо удержать. Ну и, в принципе, все-таки тот камуфляж поднаедает, поэтому на другом танке можно его перецеплять, ставить какие-либо другие, да и самому, в принципе, стильно строить и не париться. Ну а что касается статистики, на минутку это один из самых популярных, чуть ли не самый популярный тяж на своем уровне. Вот на Леве отыграют 2 400, на этом то же самое 2 400, только на этом 2 429 000, а на Леве 2 461 000. То есть там разница в 20 000 боев там это немного. То есть вы представляете, что скоро настанут такие времена, что Лев сместится с этой позиции, и самым популярным станет это Chrysler K. Вот кто бы это мог года три сказать назад, да, когда только данный танк вышел? Я бы, наверное, даже не поверил. Процент побед не самый лучший, 49 и 29, что уникально, то, что у Льва идентичные проценты побед, вот два танка, которые находятся на вершине, у них процент побед практически идентичный. Ну а что касается самого, да, что он из себя представляет, по сути это плохой процент побед, потому что АМХ выше Лев и 6 черный Каен, и все-все-все-все другие машины, он как бы внизу барахтается. Понятное дело то, что самый низкий процент побед это вот и 34, там 47 и 17, это вообще плохо, вот, но как бы 49 и даже ближе уже к 48 это плоховато. Понятное дело то, что многие игроки купили за боны, и какой-то скилл у игроков особого для этого не требуется, ты накопил боны и купил, вот, поэтому статистика на нем пала раньше, на нем отыгрывали гораздо умеюче. Далее, что у нас все-таки здесь есть? Во-первых, пушка. Я не могу сказать то, что это главная особенность данного танка, но все-таки стоит некое внимание уделить, потому что здесь орудие, с одной стороны, имеет очень положительные качества, с другой стороны, оно имеет и отрицательные. Во-первых, альфа 320, плохо это или нет, при КД 8.3 это довольно неплохо, с альфой, получается, с ДПМом, точнее, в 2313, это нормально. Да, возможно, не самый большой разовый урон 320, но КДшка неплохая, это без доп. пайков, понятное дело то, что если поставить улучшенную там вентиляцию дубоновую, досолбоновый и доп. паек, понятное дело то, что КД можно сделать вообще там 7.7 где-то и ДПМ в 2500, но это, конечно, все зависит от вас. Далее, что у данного танка мне не нравится, понятное дело, это УВН, заднее расположение башни, то есть уже нельзя сказать то, что он мега какой-то универсальный, такого нету. Игра на рельефе, это не для нас. Точность 0.33, я считаю то, что данный танк довольно меткий, у него и снаряды неплохо летят, нет такого то, что куда-то вниз, они, в принципе, с этим хорошо. Время сведения 1.74, это при улучшенной вентиляции, понятное дело то, что 100% экипаж, боевое братство. 1.74, точность 0.33, хорошая стабилизация, и данный танк, в принципе, очень такой неплохой стрелок. Но, все-таки, есть то, что никому не понравится, а именно это обычный снаряд с бронепробитием в 198. Конечно, кто-то может сейчас написать то, что я там и соседи МОВА в лоб башни на этом снаряде пробиваю и не переживаю, но это некомфортно, ребят. Когда у вас такой снаряд, это всегда загадка, потому что ей ТС-3, и ты не знаешь, что ли ты его пробьешь, что ли нет. Но тебе приходится заряжать именно свои подкалиберы. Подкалиберы действительно шикарные, они 260 пробивают, они 198, и летают 1181, это быстро. Но стоит 4800, что дорого. А основной снаряд при таком бронепробитии в 198 стоит 1000. Летает 945, это как бы средний показатель. Вот, также можно возить с собой кучу фугасов, просто штук 30, потому что у вас боекомплект огроменный, вот реально огроменный. Но и минус данного танка, как я и сказал, в том, что он не оправдывает себя именно как премтанк. Да, ты можешь, конечно, на нем неплохо фармить. Будут бои получаться, где ты будешь справляться на основных снарядах. Но вот отыграть бой, на котором ты практически не будешь использовать голду, это очень сложно. Когда вот такое бронепробитие у льготного танка, это норм. Когда у гуся, да, можно это сравнивать. Ну, блин, у гуся, во-первых, там пушка очень высоко находится. И пробивать из-за третьего гораздо проще, потому что встреча снаряда лучше. И все такое. А здесь танк сам по себе не такой уж и высокий. И, ну, это дает, короче, определенные проблемы. Очень большие проблемы. И, знаете, когда вот пробиваешь ты там 200 и 230, разница небольшая, честно говоря, между голдой и основным. А здесь 198 и 260 это то же самое, что идти против танка вот с автоматом. Вот плюс-минус это есть. Поэтому этот танк, вот я считаю, что он не до конца прям танк. Потому что и основной снаряд стоит тысячу, за что тысячу. И голдовый снаряд стоит 4800. Это много с такой альфой. Поэтому вот именно как фарм танк, вот именно на стрелы, чисто на основных снарядах можете. Но тогда у вас показатели будут гораздо ниже, чем у обычных каких-то там других машин. Поэтому я и считаю то, что он не является каким-то супер универсальным. Да, он неплохо справляется. Поверьте мне, ребят, если вы думаете, что я на этом танке просто не умею. Или сыграл там недостаточное количество боев, что я не могу в нем разобраться или что-то. Чтобы вы понимали, зайдите ко мне в статистику. У меня 56% на нем. У меня 321 бой отката на нем. Я брал там и две отметки на данном танке. И то есть и все, и основные калибры, и что только я не брал там. Я поиграл, но он... Вот в одном бою он мега комфортно, он мега интересный. Но в другом на нем просто невыносимо играть. Потому что арта тебя любит просто на раз-два. А так как у нас танк сам по себе не маленький. Да, он такой толстенький. Арта просто любит кидать тебе по КД. Да, он довольно комфортно в клинче. Очень комфортно. Потому что ту комбашенку там хрен пробьешь. Но я на данном танке еще играю с турбачом. Да, кто-то может сказать, вот стабилизацию поставили еще. Мне нравится турбач, потому что в 35 свои он берет и все. А когда у него 39, он едет действительно как СТ. Он едет как революризе, даже лучше. У него делка становится 21, кобыл на тонну. Поворачивается быстро. И тогда данный танк довольно мобильный становится. Со стабилизацией, вот честно говоря, у него и так стаба неплохая. Вот была бы эта СТ, понятное дело, я поставил бы стабилизацию. Потому что там на дальненькие-то расстояния стрелять нужно, чтобы быстрее сфотка была. А ты на Крайслере чаще всего играешь впереди и стреляешь как бы, ну, в таких вот ближних дистанциях. Поэтому тебе прям убер, там, стабилизация не всегда нужна. А она здесь неплохая. А вот мобильность нужна, потому что иной раз, когда ты получаешь от арты, тебе хочется просто быстрее уехать. И вот эта мобильность и дает. Также она дает то, что ты среди всех ТТ можешь занимать гораздо быстрее позиции, чем это сделают твои одноклассники. Не могу сказать то, что здесь какой-то супер рекордный обзор, но у меня 406 метров. Можете прокачать там Орлина Глаз, радиоперехват и прочее, прочее. Там где-то 420 дел, без доп. пайков, с вентилем и все такое, как бы этого обзора будет хватать. И Крайслер бы не был Крайслером, если бы не его броня. Потому что все, что у него есть, это не какие-то ультимативные характеристики пушка. Далеко нет. Ну вот, ребят, серьезно, далеко она не ультимативная. У многих других машин, типа Ренегата, да даже у Лёвы она лучше, на самом деле. Потому что там и точность лучше, и пробитие, и все. Она ничем не славится. А вот броня, броня, это совершенно другое дело. Нижний бронелис, вот под прямым углом, то, что мы видим, вот самый, что у него есть прямой угол, там 220 миллиметров приблизительно. То есть это пробивает уже с трудом всякие ИС-6 даже на голде. А на голде у него подкалибер, подкалиберу здесь еще больше. Поэтому нужно за это помнить. Далее, если мы делаем приведенку, соответственно, дачу, доворачиваем, то под таким углом уже 250. И это сложно пробивать. Нижний бронелис, он вообще не для всех, понятно? Чтобы можно абсолютно безнаказанно выезжать против шестерок и семерок. Вот просто лбом встанешь и все. Верхний бронелис, то, понятное дело, то, что даже стрелять не нужно. Это, ну, вообще очень сильная зона. Поэтому нет. Понятное дело, что там ПТ-10 всякие могут, конечно, пробивать туда, не вопрос. Далее идем. Лоб башни тоже самое. Очень хорошо бронирован, вообще вопросов никаких нету. И 260, и 300, и все такое комбашинка. Очень загадочная вещь. Иногда ты ее можешь пробивать, там 247 можешь где-то найти. На ББшках хорошо, ну, на ББшках с пронепробитием 258, там в 300, да, против, ну, девяток. Типа вот фаза на основных снарядах будет прям очень неплохо пробивать. Но, когда ты заряжаешь подколы, тогда там становятся чудовищные 280 и 300. Поэтому комбашинка, она как у 430У. Иногда шьется, иногда вообще ее ничем не возьмешь. Ну, и также танкование ромбом. Нужно помнить то, что если чуть довернешь, то тебе хана. Потому что сами по себе борта очень хорошие. 122 миллиметра. Есть где-то и 103. Поэтому очень можно хорошо танковать бортами. Но в них частенько начинают фугасами бросать. Потому что не могут вас никак пробить. Ну, а с бортов, вот именно просто с борта или сзади данный танк пробивается на раз-два. Поэтому, в общем и целом, я могу сказать то, что это неплохой танк. Он себя неплохо показывает в одноуровневых боях. И он может очень хорошо на голде играть. Очень хорошо может прям вознагибать на голде. Но тогда какой фарм будет? А пытаться играть чисто на основных снарядах. Но выезжает против тебя, условно говоря, какой-нибудь там, ну, Да тут такой же Крайслер. Ты ему ничего не сделаешь на своих основных снарядах. Даже в нижний бронелист это если там плюс приведет, ну, плюс к 25 бронепробитию. Там приведенка будет то, что нужно. Тогда пробьешь. Поэтому он эффективно, но когда заряжаешь голду. Также он не особо любит играть на каких-то рельефных картах. Но попадая на химачи, да, допустим, на банан. Там ты можешь даже против десяток танковать. Вот серьезно, здесь броня, которая спасает против десяток. Понятное дело то, что без фанатизма, без фанатизма прям, Всякие СТРВ-103Б вас будут шить как нифиг делать. Да и Скорпиона на голде СУ-130ПМ. Но в общем и целом данный танк мне нравится. Он неплохой. Поверьте мне, я откатал на нем, я же говорю, порядка 350 боев. Я знаю уж, как на нем играть. И во всяких ситуациях был. Но, на мой сугубо личный взгляд, если из бонового магазина, То это для более опытных игроков. Для обычных игроков ИС-5, я уже который раз повторяюсь, будет гораздо лучше. Там лучше бронепробитие. Понятное дело то, что там броня слабее, но она понятнее игроку, к обычному, как от нее играть. Все такое. Крайслер более сложный танк для более простых боев. ИС-5 более простой для более каких-то, не знаю, для более сложных, возможно, боев он и подойдет. Ну, в общем, вот так. Не нужно мне за ИС-5 тут сейчас комментарии насрут, мне фу, тебя подкупили. Но фишка в том, что берите Крайслера за деньги обязательно, я точнее обязательно не советую, это 100%. За бона посмотрите. Посмотрите на самом деле, поиграйте. Танк не похож ни на что. Вот среди премов он не похож абсолютно ни на что. Лично мой такой вердикт, мое мнение. Согласны вы с ним или нет, пишите в комментарии, ну и все. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы, ставьте лайки и комментарии. До новых встреч, пока-пока.